Украинский кризис и международные усилия по его урегулированию – тема публикации ведущих мировых СМИ. Так, газета Wall Street Journal сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров в Москве якобы в жесткой форме потребовала принять франко-германский мирный план. Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, я цитирую, «Никто никогда не общался и не сможет при всем желании общаться с президентом в ультимативном тоне». Напомню, ранее российская страна оценила итоги кремлевской встречи Владимира Путина, Ангела Меркель и Франсуа Ланда как содержательные и конструктивные. Сегодня Ангела Меркель в Вашингтоне. Главная тема ее переговоров с Бараком Обамой – предложение по выходу из украинского кризиса, а также американские планы поставки на Украину оружия. Подробности мы узнаем у нашего корреспондента Анатолия Лазарева. Он вышел на прямую связь со студией программы «Время». Анатолий, мы ждем подробностей. Переговоры президента США и федерального канцеля Германии продолжались порядка двух часов. Формально на повестку дня было вынесено действительно много вопросов из состояния мировой экономики и угрозы со стороны исламского государства. Но главным вопросом, и это все, конечно же, понимают, была ситуация на Украине. Именно для обсуждения этой проблемы в первую очередь и прилетела в Вашингтон федеральный канцлер Германии. Пресс-конференция Обама и Меркель закончилась несколько минут назад. Сейчас, как известно, на Обаму сильно давит. И республиканцы из Конгресса, и представители Пентагона, и представители Госдепа, и некоторые советники президентской администрации, они считают, что Вашингтон должен начать поставки Киеву летального вооружения. То есть это оружие, которое убивает. Это уже не бинокль, каски или бронежилеты. Канцлер Германии, напротив, как известно, придерживается другой точки зрения. Она категорически против поставок оружия, против военного решения проблемы. Она за дипломатические переговоры. И, судя по тонну высказываний на пресс-конференции сегодня в Белом доме, Меркель удалось убедить Обаму в нецелесообразности поставок оружия Киева. Это правда. На случай, если дипломаты не справятся, я попросил свою команду рассмотреть все варианты, другие способы, чтобы изменить расчеты министра Путина. И вероятность летального оружия одна из них. Но я еще не принял решение насчет этого. Я консультируюсь с госпожой Меркель и буду консультироваться с другими союзниками. Если переговоры нормандской четверки в среду в Минск не принесут результата, что тогда? Это первый же вопрос от журналистов главам государств. Тогда, в первую очередь, усиление антироссийских санкций, отвечает Обама. И при этом он подчеркивает, что будет поддерживать экономику Украины. Но Киев должен что-то сделать с коррупцией в стране. Иначе все эти финансовые попытки, финансовые вливания со стороны международного сообщества просто бессмысленны. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своих высказываниях была крайне осторожна. Она лишь подчеркнула, что единственный путь решения украинской проблемы – это дипломатический. И что вопрос территориальной целостности крайне важен для всей Европы. Один главный приоритет был обозначен в отношении конфликта на Украине сегодня. Мы стоим на позициях неприкосновенности территории. Как житель Европы я могу сказать, что если мы не будем соблюдать этот принцип, то не сможем сохранить мир в Европе. Это неотъемлемый, ключевой принцип, но мы должны его придерживаться. Мы продолжим поиск дипломатического решения этого конфликта. Я всегда говорила, что не вижу военного решения. Мы будем продолжать дипломатические усилия. И Обама, и Меркель подчеркнули, что Вашингтон и Европа должны преодолеть разногласия между собой и выступать единым фронтом. Екатерина. Спасибо, Анатолий Лазарев. И все подробности из Вашингтона, где проходят переговоры канцлера Германии и президента США по Украине.